Здравствуйте! В эфире рубрика «Эко-новости». Все самое важное в экологической повестке для округа, области и России в целом. Об этом прямо сейчас. Одежду хотят запретить выбрасывать в мусорный бак. Инициативу начали обсуждать. Исполнился год акции по сбору вторсырья в акварели. Экоактивисты чистили реку Талица. Дачников обманывают с вывозом мусора. Будьте внимательны при заключении договоров. Мегабак подвел итоги акции «Сдай старые шины». Фестиваль «Эко-идея» прошел в Щелково. Первая новость, которая не может не радовать. В России хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Такую инициативу российский экологический оператор обсуждает с Минприродой и бизнесом. Основной шаг для достижения цели – это установить в магазинах, которые продают текстильные изделия, контейнеры и фондоматы для сбора одежды. А у нас в округе сдать одежду в контейнер можно уже сейчас. Ищите их в акварели, на площади и возле Вита. Новый бак установили на заправке «Газпромнефть». Туда можно сдать одежду, пластик и электронику. И не говорите теперь, что ехать далеко. Можно сделать доброе дело во время заправки. 21 мая исполнился год акции по сборке вторсырья от Собиратора, что проходит в акварели. За год не только количество посетителей выросло вдвое, но и количество вторсырья. Если в первые несколько месяцев собирали по одной газели вторсырья, то теперь стабильно вышли на две. А это примерно две тонны вторсырья в месяц отправляются на переработку. Это значит, что люди привыкают к раздельному сбору отходов. Раз в месяц привозят тюки с вымытым вторсырьем. Сейчас к сбору еще добавились дармарки, в рамках которых можно отдать ненужные вещи. Следующая акция состоится на этой неделе, 18 июня. Первый в этом сезоне субботник прошел на реке Талица в районе деревни Григорково. В нем приняли участие 45 человек. Очистили 300 квадратных метров береговой линии, убрали более 80 кубометров бытового и органического мусора. Организовала волонтерскую акцию инициативная группа «Спасем реку Талицу». Это уже четвертый сезон волонтерской группы, что говорит о серьезном отношении к экологии и подтверждает искренние желания волонтеров и местных жителей не дать засохнуть и обмелеть родным рекам. Дачники под угрозой. Мошенники научились обманывать людей с помощью мусора. Новую схему мошенничества, которая начала применяться в мусорной сфере, оценили в Главном управлении региональной безопасности области. На территории Подмосковья активизировались горе-предприниматели, которые предлагают экстремально низкие цены по вывозу бытовых отходов из частного сектора. В итоге вывозят на площадку ближайших многоквартирных домов. А дорогу к мусороперерабатывающим предприятиям даже не знают. О трэш-махинациях уже стало известно в городских округах Чехов, Люберцы и Пушкинский. Справляться с нарушителями помогут камеры видеонаблюдения, фотоловушки и регулярные рейды. Кроме того, усилен контроль на часто захламляемых контейнерных площадках. Однако не будет лишней помощи бдительных граждан. Жители деревень и поселков попросили сообщать о фактах нарушения, а дачникам заключать прямые договоры на вывоз мусора с рекоператором. Мегабаг, сдай старые шины, получи новые. Итоги подмосковной экологической акции подвели и наградили победителей. Призом ежегодной акции «Сдай старые шины» на Мегабаг стал сертификат на покупку новой резины от ведущих предприятий-переработчиков. Общими усилиями удалось собрать около 3,5 тысяч кубометров старых покрышек. Проект Мегабаг существует в Подмосковье с 2019 года и направлен на переработку крупногабаритного мусора. На Мегабаг можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спел деревьев, старые окна и другие виды крупногабаритных отходов, которые можно переработать. От идей до реальных дел. Экологический фестиваль прошел в усадьбе Гребнева в Щелково. Программа была насыщенной. Мастер-классы, лекции, обучающие семинары на тему экологии. Участники форума разбились на несколько групп. Посетили разные информационные площадки. На каждой из них можно было предлагать свои идеи по развитию экологии региона. Фестиваль «Экоидеи» посвящен 30-летию Конституции и учреждению Мособлдумы. Он собрал более тысячи школьников, общественников и экоактивистов, а также представителей предприятий-переработчиков ТКО. Сотрудники Министерства ЖКХ Подмосковья организовали на своей площадке 14 секций, на которых представили ведущие предприятия-переработчики мусора, региональных операторов и общественные организации. В рамках нацпроекта «Экология» в Московской области с 2019 года проводится масштабная программа по реорганизации технологий утилизации ТБО. Более 10 миллионов тонн вторичных материальных ресурсов направили за 3,5 года на вторичную переработку. Московская область является лидером России в раздельном сборе отходов. Мы два года подряд занимаем первые места по оценке федерального правительства. На этом все об основных новостях из области экологии. В студии была Анастасия Спирина. Увидимся в следующем выпуске рубрики «Экопушкино». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова